Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире интернет-портал радио центра Сен-Гейтс, у микрофона руководитель центра Майкл Мелехов. Сегодня у нас вторник, 31 мая, последний день месяца и у нас сегодня начинается новая программа, которую мы объявили на Facebook. Все наши программы, они идут в живом эфире, они идут, записываются, обрабатываются и идут в YouTube. Оттуда уже линк на Facebook. Поэтому, кто желает получать вовремя, так сказать, что программа появилась на YouTube, пожалуйста, можете подписываться на наши каналы, sungatesradio.com. У меня за спиной висит бэнер, это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com. Как с нами связаться? Ну, во-первых, вы можете задать нашим специалистам, мне в том числе задать вопросы через этот веб-сайт. И также это можно сделать по Skype. SunGate 1.08. SunGate означает солнечный оборот. На конце буква S. SunGate 1.08. И телефон, кто желает, код страны единица 847-226-9956. Ну, на связи у нас сегодня город Москва. В Москве в этот час 4 часа дня. И профессиональный астролог Андрей Бухарин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Рад вас видеть на экране моего монитора. Я хочу просто сказать, поскольку это программа новая, о том, ну, вкратце, кто такой Андрей Бухарин. Он меня поправит, если я где-то скажу что-то не так. Ну, во-первых, это профессиональный астролог. Во-вторых, это руководитель и преподаватель астрологической школы. Он закончил академию, скажем так, или институт астрологический Павла Глобы, выпускник этого института. Ну, и сегодня это один из ведущих астрологов, уж как минимум, на территории Российской Федерации, я так полагаю, на постсоветского пространства. Ну, вот теперь уже мы ВКонтакте. И теперь он уже известен нашим радиослушателям и видео-YouTube-канал зрителям. И мы сегодня начинаем программу. Вы готовы, Андрей? Да, я готов. Ну, тогда поехали. У нас тема уже была объявлена, и она сегодня, ну, можно сказать, актуальная. В ближайшее время на территории Соединенных Штатов, конкретно город Чикаго, это будет 4 июня в 21.59, 22 часа практически по, или это 10 пм по-английски, будет новолуние. Андрей, давайте, существуют у нас разные циклы Луны, мы это знаем, причем это очень и очень важно, мы об этом говорили и с другими астрологами, и насколько важен в карте гороскопа и вообще в жизни человека вот такой показатель, как мы его когда-то называли искусственный спутник Земли, хотя на самом деле это совершенно не так. вот Луна, насколько она имеет значение, насколько важная в жизни человека? Благодарю, Майкл. Ну, во-первых, все правильно было сказано, во-вторых, по поводу Луны, во-первых, это ближайшее космическое тело к нам находится, и вы знаете, приливы-отливы по Луне происходят, то есть влияние Луны очень серьезное. У Луны есть несколько фаз, самые четыре фазы, и есть два таких стратегических тренда, то есть это растущая Луна и убывающая Луна. На растущей Луне все наполняется жидкостью, на убывающей все как бы теряет жидкость, поэтому на убывающей Луне лучше, ну, например, голодать, то есть я, например, тоже периодически каждый месяц перед новолунием занимаюсь именно лечебным голоданием несколько дней. То есть как бы в цикле, в тренде, то есть как раз когда все это выходит из организма, хорошо вот так попаститься и очиститься в организме от каких-то продуктов ненужных. Ну, новолуния, во-первых, оно бывает в среднем где-то раз в 13 в году бывает, потому что продолжительность каждый год, точнее вот есть два цикла Луны, есть мужской и женский цикл, сидерический и синодический цикл. То есть один цикл, когда 27,3 суток, когда Луна возвращается в то место, где она была, ну, собственно, по координатам небесным, в тот же градус того же знака зодиака, если так сказать. И второй цикл, более длительный, это женский 29,5, это от новолуния к новолунию. Кстати, по этому циклу жизненному хорошо определять вещи, либо ложные сны снятся. То есть график строится, дата рождения. И я лично тоже проверял, у меня был такой пример интересный, где-то в 90-х годах футбольный матч был между сборной России и сборной Франции, когда они были чемпионами мира еще. И мне приснилась такая, ну, вот как бы странная вещь, после того, что наши едут во Францию и побеждают там в гостях действующего чемпиона мира со счетом 3-2, вот, когда еще Бортес там знаменитый был. Решили Платини? Платини еще не был, он уже ушел. Тогда вот эти пяти, вот эти футболисты были, да, как бы так, гвардия. А со стороны России играли, думаю, ну, когда вот эти Панов, там вот эти игроки. Ну, я так, немножко отвлечения говорю. Потом я, когда вот это узнал про эту технику, я проверил, мне приснился весь часом, что наши побеждают там, ну, как бы разум мой сказал, что, точнее, ум, что такого быть не может. И на следующий день, когда победа эта произошла, причем даже сны снились, и он буквально приснился. И я вот когда проверял по этой технике, например, да, там она действительно подтвердила, потому что дата-то известная, это где-то июнь 99-го года. Ну, я так слово говорю, что вот насколько важна Луна. То есть она помногу... Это, во-первых, Луна, она формирует, вообще, самый главный показатель, это эмоциональное, скажем, вот это психоэмоциональное состояние, за что она отвечает. И так как особенно больше всего реагирует на Луну, в принципе, предрасположены это женщины. То есть мужчины менее, скажем так, податливы. Мужчины больше так солнечные типажи. А женщины, кстати, вот поэтому всевозможные гороскопы, ну, знаете, в желтой прессе, там, когда всем овнам повезет или всем тельцам еще больше повезет, они, в принципе, как-то помягче сказать, ну, некорректны, потому что, например, женщины, они вообще определяются не по солнечному знаку, а по лунному. То есть они больше проявляются. Потому что женщина – это инская такая лунная составляющая, здесь отражение космического мироздания на Земле. Вот. Поэтому по лунным циклам тренды, между прочим, на биржах меняются от новолуния к полнолунию. Причем заметно там как раз происходит. Но это даже не мои исследования, это кто-то там из прошлых финансистов, астрологов. Но это будет отдельной темой нашей программы. Ну да. Мы выделим ее в отдельную. Финансовая астрология. И так далее. Вот. Ну так, если кратко. Сейчас, кстати, новолуния будет именно пятого. Это вы на Америку сказали четвертого вечера. А так, в принципе, что все. Это будет... Шесть утра пятого июня. Да. У нас восемь часов. А по гриму еще раз. Десять плюс восемь. Это будет шесть утра у вас. Пятого числа. А по гриму еще три. У нас будет четвертого числа. Примерно. Ну, в Чикаго. В десять часов вечера это будет. А скажите, так чем нам это, так скажем, грозит? Или не грозит? Ну, во-первых... Что можно делать и чего нельзя делать в это время? Что рекомендуемо? Да. Значит, я хочу сказать, что в принципе, до... Перед новолунием, вот эти дни, которые сейчас будут, начинать новые дела не рекомендованы. То есть хорошо заканчивать, чтобы что-то, от чего-то избавляться. Например, там, ну, что-то выбрасывать, либо заканчивать какие-то дела. То есть, боже, какой пустяк, как у Иванового, да, в песне известной. То есть надо провести генеральную уборку дома и выбросить. Скажите, это, ну, ненужные вещи. Это надо делать вот прямо накануне, скажем, второго, третьего, четвертого и начинать за неделю до этого. Нет, я бы рекомендовал уже самые такие дни, которые вообще, как практика показывает, они вообще, ну, бесперспективные для начала новых. Это вот дни гекаты. Это как раз где-то там 2-3 дня, когда Луны нет на небесах, вот до новолуния. То есть, когда вот совсем убывающая Луна, особенно вот 29-й луны сутки, например, вот 4-го числа. Ну, я говорю проекцию... То есть этот день, он такой... То есть однозначно для новых начинаний он абсолютно не перспективный. А вот когда сам миг новолуния, чем он интересен? Он интересен тем, что в это время начинать новые дела не столько надо, сколько надо программировать дела на текущий месяц. То есть моделировать свое будущее, составлять план на цикл месячный вот этот. Андрей, простите, какого плана дела, в каком направлении, скажем? Или это касательно вообще всех сфер нашей деятельности, жизни? Это в принципе человек живет, функционирует, где-то допустим планирует какие-то действия сделать. Ну, естественно, есть долгосрочные планы, среднесрочные, краткосрочные и краткосрочные. В данном случае разговор идет о краткосрочных планах. Хотя можно... В принципе любые планы рекомендую, просто это не значит, что они исполнятся в этом же месяце лунном. Например, у меня было... В свое время я планировал выступить на телевидении, просто у меня не было приглашения, но я задал программу, но реализовалась она через два с половиной месяца. То есть не на эту новолунию, где-то через два. То есть мне позвонили и пригласили выступить на телевидении, хотя я просто думал об этом и думал в нужное время. Вот в чем вся, скажем, сила новолунии. Причем рекомендовано в первый час. Вот новолуния три часа по гриме еще происходит, вот с трех до четырех. В это время на бумаге письменно составить план. Причем план, в чем планирование, оно... Ну, скажем, правила планирования, одно из них, во-первых, пребывать в позитивном настроении. То есть если эмоциональный фон, опять же, луна, отрицательный, то планирование, оно будет деструктивным. Даже если писать хорошие слова. И писать план следует в прошедшем времени, как будто это уже произошло. То есть идет программирование подсознания, исполнение. Потому что если просто я вот в будущем где-то там что-то... Ну, в будущем это будет все время висеть. А надо так, что я уже это имею. И подсознанию приказать, чтобы оно поверило в это. И вот в это время, как раз, когда новолуния, вот это самый участок времени, когда, ну, вот это именно подсознание, что ли, слышать это, если так это сказать. То есть давайте я хотел бы уточнить. Вы говорите о том, что, ну, к примеру, вот в 6 утра 5 июня, это будет вот момент наступления новолуния. То есть с 6 до 7 утра, ну, будем так говорить, после 6 утра... По московскому, да, если мы говорим. Да, ну, я говорю по московскому. Надо начать писать... А писать в каком плане? Вы говорите не в будущем времени, а в прошедшем времени. Так можно писать, допустим, я благодарю, там, ну, кто кого благодарит, там, не знаю, друга подругу, жену мужа, господа бога, там, и так далее, вселенную, за то, что мне дали вот это, вот это. Я имею. Я уже имею. Ну, допустим, там, там человек хочет, допустим, к примеру, там, автомобиль, либо, ну, как все материальные темы, либо здоровье. Например, это программирование здоровья. То есть это важные вещи. Это когда сознание, то есть подсознание идет программа о том, что, допустим, у меня там не болит... Ну, кстати, вот слова с приставкой «не» не надо говорить. Надо говорить «здоровое колено», например, или «здоровый другой орган». Потому что подсознание слова с приставкой «не» воспринимает без приставки «не». Это, кстати, у меня не болит, так это получается, что как раз программирование болезни идет. Вот здесь тонкости, почему многие техники, кто, ну, или читают книги подобных, там, преподавателей, кто это вот как-то рассказывает. В этом, кстати, ключ заключается, программирование будущего. Ну, так. Поэтому... То есть это то, что рекомендуется делать. А вот, к примеру, люди планируют... Сейчас у нас лето, отпуска уже как бы начались. И вот кто-то планирует ехать, ну, не знаю, сегодня, завтра, послезавтра. Вы не рекомендуете поездки в отпуск до наступления на Волонию? Нет, с этим не связано. Нет, вы говорите новое, не начинать. Ну, вы знаете, мы же говорим, опять же, давайте вот как бы разделим, что такое новое, и что такое, скажем, какая фаза действия идет. То есть, как бы вот начало, когда человек задумал это, когда он первые шаги стал предпринимать, собирать информацию, потом фаза кульминации, то есть поездка, собственно, происходит, ну и так далее. То есть синусоид это такая. И здесь, во-первых, я исхожу из личных транзитов, как минимум. Ну, то есть вот гороскоп человека, и в первую очередь его транзиты, ну, чтобы для широкой публики было понятно, то есть есть звездный паспорт у каждого из нас, где в момент нашего рождения как бы сфотографировано расположение небесных светил, тел, они стоят в статическом таком положении. А дальше, так как проекция все на небесах движется, ну, проекция идет на этот звездный паспорт. И есть периоды, которые, ну, скажем так, благоприятные и неблагоприятные. Они уже астрологически объясняются, как это. Поэтому вот этот приоритет над актуальными аспектами, мы сейчас разговариваем про актуальные аспекты, то есть что само по себе вот на небесах сейчас идет, какой цикл. Почему? Можно поехать и на убывающей луне отдыхать, то есть это не догма. Мы говорим о новых делах, например, открытии новых бизнесов, начать какую-то оздоровительную систему. Вот, к примеру, очень хорошо как раз в эти дни перед новолунием, которые как бы неблагоприятны для всего того, что будет расширяться в будущем. То есть надо заниматься тем, что сжимается. Ну, например, очень хорошо, есть практика затмений, потому что затмения – это те же, ну, например, солнечные затмения – это те же новолунии. Но это более сильные такие моменты, когда программа идет на полгода, либо до 18 лет может строиться. Вот, кстати, разница. А новолуния – новолунию рознь. Но хорошо в эти дни, допустим, завязывать с вредными привычками, бросать, курить, там, не знаю, там, игромания у кого-то, если проблема, либо алкоголизм и так далее. Именно вот на затмение – это очень действенно. Я в свое время сам курил, 16 лет у меня стаж был табакокурением, и я завязался этим делом как раз на затмение. Причем я даже в армии завязывал, по незнанию. Вот, кстати, я в армии начал изучать астрологию, как раз в советское время еще. Вот, между прочим, в библиотеку ходил, у нас там были книги в какой-то лесу, в дремучей военной части с астрологическими темами книги были. Вот так. Так что это по поводу Советского Союза, если так немножко в прошлое вспомнить. Вот так. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Хорошо, скажите, давайте мы перейдем тогда от… С Новолунием мы все разобрались, да? Это все то, что вы могли сказать на этом этапе? Можно многое еще сказать. Новолуния, если кратко говорить, у нее есть два показателя. Один очень кризисный, и один очень благоприятный. То есть кризисный формирует большой крест, который, в общем-то, говорит о том, что так как в него вовлекаются планеты, идеологии закона и денег, причем денег не крупных, а таких карманных, то говорит, что возможно будут приняты законодательные какие-то… причем повсеместно законодательные какие-то инициативы, которые будут ущемлять, например, ну, например, не будут приняты какие-то там… прожиточный минимум будет не увеличен, например, либо там откажут в увеличении пенсии, вот что-то в таком духе. А как раз крупные, корпоративные такие деньги, которые описывает Плутон, планета, он находится, в общем-то, в замкнутом трине, такая астрологическая конфигурация, благоприятная, и имеет отношение, так как инициируется, активизируется эта стихия Земли, то это, в общем-то, хороший период для операций, например, с недвижимостью, хороший период для крупных, причем даже не столько операций, сколько информационных, потому что Меркурий, то есть информационного такого процесса, то есть сейчас вообще эволюционная задача не иррациональна, а рациональна, то есть на детали обращать внимание, на всякие мелочи, которые иногда окажутся второстепенными, они в этот период, они очень важны. Но вот, тем не менее, глобально, то есть если мы рассматриваем две категории денег, а сегодня Луна, кстати, в Тельце, сегодня публика, она предрасположена как раз к материально-таким финансовым информации. Вы имеете в виду только сегодня? Ну вот сейчас мы с вами общаемся, Луна в Тельце, так или не в Тельце, подождите, сейчас посмотрю, 31-й у нас, все не 31-й у нас, а нет, Вовня у нас Луна, я извините, я немножко ошибся, Вовня, да, Вовня, у нас Луна Вовня, но аспект к Венере идет, то есть аспект все равно материально-финансовый, да. Если мы говорим о Венере, так это все-таки то, что связано, так скажем, с красотой все-таки? Ну, да, кстати, можно к этому перейти, красота, и, ну, Венера, она же управляет двумя знаками, то есть Тельцом и Весами, поэтому здесь, как бы, деньги и любовь рядом, понимаете, вот. Ну, да, лучшие друзья девушек, это бриллианты, которые надо купить, соответственным образом, за деньги, это же мы знаем, вот, то есть вы рекомендуете сегодня мужчинам делать женщинам подарки, наверное, да? Ну, вообще, хороший перевод сейчас, даже для, ну, единственное, в чем минус такой, что так как Луна Вовне, то лучше операции на голове, на лице не проводить, хотя... Операции? Ну, я имею в виду операции не только медицинские, я имею в виду вот косметологические какие-то мероприятия, я вот этот смысл вкладываю, в смысле операции как мероприятие, то есть не хирургия. То есть здесь как раз... Пластические операции? Ну, вообще, не рекомендовано вообще трогать лицо, когда Луна Вовне, по крайней мере, кроме нижней челюсти, и нижняя челюсть, это уже под Тельцом идет. Подождите, что означает трогать? Вот сейчас нас слушают женщины, естественно, и они думают, а что, туда набросать на лицо, вы не рекомендуете или как? Я, ну, не то, что не я рекомендую, это вообще... Я понимаю, не вы. Это опыт. Суть в том, что есть у нас, сейчас немножко таки основу астромедицины расскажу, человеческое тело имеет проекции знаков зодиака. И где Луна проходит, например, вот голова, кроме нижней челюсти, это и шея. Это находится под, скажем так, под протекторатом Овна. А Телец – это шея, близнецы – это руки, плечи, ну и так далее. Вот где Луна находится, в каком знаке, в это время этот орган ослаблен. То есть в это время, если какие-то процедуры, вот правильно, не операции, процедуры, правильное слово, проводить на этом участке тело человека, то очень вероятное осложнение. Очень вероятный, не тот результат, к которому человек стремится. Вот в чем, например, когда Луна в Овне, вот как сейчас, поход к стоматологу, как всегда, очень болезненный. Независимо от того, какими там обезболивающими не применялись бы они. Вот в чем особенность. Поэтому идеальное время похода… Простите, но Вы как раз сказали, нижняя челюсть – это исключение. Ну да. То есть в данном случае это именно верхняя челюсть, а на нижней можно сейчас работать. И, кстати, сейчас для нижней челюсти даже благоприятно тем, что, так как нижняя челюсть – это телец, а телецом управляет Венера, Луна сейчас к Венере хороший аспект делает, то как раз если к стоматологу идти сейчас и, скажем, лечение проводить нижней челюсти, то оно будет ну нормальным, скажем так. То оно будет даже очень хорошим, довольно неплохим. То есть не надо думать, что если Луна в Венере, то вся голова полностью… Да, вот есть границы как бы разделения совершенно. Вот как интересно. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям, видео-зрителям. Если Вы хотите задать вопрос Андрею Бухарину, ну или поделиться своими мнениями, Вы можете это сделать на веб-сайте www.sungatesradio.com sungatesradio.com или Вы можете задать этот вопрос хоть прямо и сейчас в Скайпе. Для этого, конечно, надо добавить Ваш контакт нам в Скайпе. Скайп – это sungates108 по-английски солнечный оборот на конце буква С1-108. Пожалуйста. Андрей, скажите, ну, ладно, операции, операциями, тем более, это день один, там, вот, вот, на ближайшее время, вот, от новолуния, скажем, к полнолунию, что бы Вы рекомендовали и что бы Вы не рекомендовали и какой период времени Ваших рекомендаций? Ну, я могу, знаете, даже это дать в виде графиков, если интересно, в Вашем будет, можно, кстати, попробуем, кстати, наш программ, поскольку записывается, я полагаю так, что мы увидим это, когда будем просматривать, ну, дорогие друзья, радиослушатели, Вы потерпите, эта программа будет совсем скоро уже на Ютьюбе, ссылку Вы можете получить, если пойдете на Сангейт, на Фейсбук, Сангейт Радио, или, опять же, подпишетесь на наш канал, на Ютьюбе, или у Андрея Бухарина прямо тоже это будет все выложено, так скажем, и Вы это увидите. а я сейчас, вот Андрей, происходит, проводит манипуляции, покажите мне Ваш экран, может тогда я... Я могу прямо вставить комментарии в Фейсбуке под новостью, под постом о моем выступлении. Можно, а Вы можете показать экран, чтобы я просто видел, потому что у нас экран записывается, мы можем это увидеть. То есть, это Вы должны пойти в кол, ну, звонок, да, я не знаю, как там, и показать свой скрин. Тогда мы это увидим, и это появится у нас прямо на экране для тех людей, которые будут смотреть на Ютьюбе нашу с Вами программу. Если это не сложно. Я могу, знаете, как сделать? Я могу уже скрин сделать, вот ссылочку дал на, в принципе, в интернете, Вы, может, как-то так проще покажете. давайте мы тогда потом, давайте не будем туда отвлекаться, время занимать, эфирное. Хорошо. Так вот, мой вопрос, я повторю его, был таков. Какие Ваши рекомендации с этого момента, поскольку у нас буквально несколько дней до Новолуния, 5 числа в Москве, 4 вечера у нас в США июня, вот в эти хотя бы давайте период времени для, ну, скажем, поскольку Венера, это, ну, наверное, это больше к женщинам будет относиться. Ну, я бы хотел отметить в первую очередь тему этих глобальных, ну, такие отрезки вот месяц. То есть, здесь первая декада, даже первая неделя, июня, если смотреть, потому что, в общем-то, Новолуния, оно будет не в начале месяца, но не в первый день месяца, оно будет 5 июня, поэтому весь месяц рассмотрим. В принципе, вот первая неделя, она кризисная, она преобладает, здесь очень много вот график, который я вот дал, там преобладание идут напряженных аспектов, и это говорит о том, что будет много, придется много решать, ну, скажем, событий такого напряженного характера, вот в это время. Простите, я вас перебью, вы имеете ввиду, события напряженного характера, где? В мире, в отдельном регионе? Это уже, это уже индивидуально отсмотреть, я говорю, в целом, как погода для начинания, давайте так, мы сейчас говорим о том, о начале новых дел, то есть, или мы о чем говорим, потому что нельзя, вот по Новолунию, ну, допустим, по этому сказать, вот для каждого человека, что у него в это время будет плохо, потому что, я же говорю, что транзит, как минимум, то есть, аспекты от планет, которые сейчас двигаются, к планетам, которые у нас в натальной карте, он каждому дает индивидуальные показатели, это как раз вот тема, помните, такой у нас разговор был еще до передачи сопровождения трейдеров, там, вот это я и объяснял, что у каждого свое по судьбе, то есть, показывает по судьбе индивидуальный период, хотя, то есть, актуальные аспекты, вот о чем мы сейчас говорим, мы говорим о звездной погоде, по аналогии с погодой такой можно сказать, мы говорим, будет либо туча, там, громыхать с молниями, либо будет чистая погода, но вот, кому будет хорошо во время дождя, либо во время ясного солнца, это уже говорит индивидуальный прогноз, поэтому я говорю сейчас именно о том, будет, вот, грубо говоря, туча над горизонтом, либо будет ясная погода, вот это объясняю, и какого плана, то есть, вот допустим, период в начале месяца, вот около Новолуния, он как раз показан на крупные денежные траты, причем невыгодные, то есть, именно траты за какие-то, либо устаревшие, либо со скрытым дефектом, то есть, если покупки сейчас какие-то люди планируют что-то делать, вот именно в это время, то я бы рекомендовал подождать, либо, там, индивидуально смотреть, потому что здесь уже нет показателей хороших для выгодной покупки, ну, я объяснял, это принимает участие Венера, она пораженная находится, и поэтому по судьбе притягивается в это время, везет продавцам, кстати, а вот продавцам в это время как раз хорошо, потому что покупатели, скажем, не совсем вменяемые люди в это время, то есть, они все норовят там много денег потратить, вот, причем не смотрят там, ну, не придираются к товару, а так, гусары сдачи не берут, знаете, вот такой подход, поэтому здесь две категории, с категории покупателей, смотреть, я предупреждаю, что в это время чревато чрезмерными тратами, то есть, вы больше отдадите энергии, чем приобретете там материальных ресурсов, которые, как бы, аккумулируют эту энергию, которую вы отдали, а когда, это обычно происходит, скажем, на негармоничных аспектах Венеры, такая вот, такой вот, вы представляете, если вот нас слушают сейчас какие-то малые предприятия, а то и большие, магазины какие-то, и они слышат то, что вы говорите, и вот в это время надо зазывать, так сказать, ну, пойми, серьезную там нагонять людей, и сейлы, 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 и люди будут приходить, и будут все раскупать напрочь, правильно? Да, потому что они не совсем на адекватном состоянии, не совсем адекватные, я считал, что в общем-то люди не совсем адекватные только в полнолунии. А мы же говорим про новолуния, я вам скажу, как медик дипломированный, между прочим, я, когда работал в свое время на скорой помощи, у меня вызовы были и к таким товарищам, да, если новолуния, в полнолунии у них обострение происходит, это действительно так. А где больше, в полнолунии или в новолунии? Вы знаете, в принципе, вот из моей практики, это в полнолунии, как бы, потому что прилив идет, от чего происходят изменения, или пере, или нет. На новолунии не хватает, скажем, жидкости, да, а в полнолунии переизбыток ее идет. Вот, а обострение там и там происходит, то есть, грубо говоря, от чего человек либо от жажды там страдает, либо от избытков жидкости. То есть, кстати, сейчас, наверное, рекомендация была бы, если я правильно понял вас, о том, что в это время надо пить больше воды, правильно? Поскольку все-таки недостаток жидкости, да, у нас? Нет, здесь как раз происходит, смотрите, вот я голодаю, для чего я голодаю? Как раз, чтобы из меня, ну, как бы, из организма вышли, то есть, легче в это время на убывающей луне выводить из организма ту же жидкость, потому что, да, организм теряет жидкость, кстати, в это время больше, совершенно верно. Да, логика правильная наша, но, а в полнолунии, наоборот, у нас переизбыток, поэтому в полнолунии, когда, если мы жидкость еще пьем, отеки происходят, почки не справляются, нагрузка на них идет больше, поэтому здесь, ну, надо гармонично, опять же, никто же не говорит, что там ведро воды выпить, надо, чтобы это тоже перегибы. так вот, я хочу про новолунию сказать, если мы ее так немножко у нас в этом тренде идет, разговор, вот в это время, как раз вот ситуация происходит, почему разговор идет, вот если мы сейчас опять про торговлю, Венеру берем, о том, что в это время, кстати, вот новолуния, само описано, что покупатели на этот месяц, много потратят денег, ну, скажем так, чем они вообще, ну, как, чем здравый смысл говорит, а как раз вот для торговых, для крупных капиталов в это время хорошие показатели, потому что Плутон – это планета крупного бизнеса, она хорошо аспектирована, и получается, что это новолуния, также говорит о том, что сегмент, скажем так, населения, который обладает небольшими суммами, он будет, ну, скажем так, страдать, терять деньги, а сегмент, который обладает крупными, крупными капиталами, будет приобретать. То есть, в это время, и к тому же, где-то до августа еще идет распадающийся аспект Плутона с ураном, который описывает, в принципе, мировой кризис. Если будет время, мы еще, может, успеем, объясню, в принципе, сколько он длится будет. Он еще не окончился, этот мировой кризис, который начался 1 августа 2008 года, я о нем говорю. Вот. А дальше... Это более глобальное мероприятие? Наверное, к этому Новолунию это не имеет отношения? Ну, да, он длится 10 лет, а вот это Новолуния, если мы закончим, чтобы к нему больше не возвращаться, у него самый такой негативный показатель, это негативный аспект между Сатурном и Нептуном, который обычно описывает усиление фундаментальных, религиозных таких вот отношений, ну, даже это не отношения, в принципе, в проявлении. То есть, когда, знаете, такая Сатурн, планета ограничения жесткости, а Нептун, допустим, фанатизма религиозного, а в аспекте, в конфликтном, но нетерпимость такая, знаете, вот, вот, нетерпимость на идеологической религиозной почве. И она идет до середины месяца. То есть, в целом, первая половина, если так глобально говорить, первая половина месяца, она более негативна, а вторая половина, она более позитивна. И вообще, если туда немножко дальше посмотреть, в конце, буквально, в конце месяца происходит такое знаковое событие, как оканчивается ретроградное движение Марса. Марс, да. 30 июня, да, он был 17 апреля по 30 июня. И вот как раз, кто планирует начинать новый бизнес там, или что-то, вот все, я рекомендую такие важные, судьбоножные процессы делать на директном Марсе. То есть, это уже июль месяц туда. И, ну, к слову, Марс, он имеет отношение еще к войнам. И, это тема обычно на втором развороте Марса, который сейчас будет. Там, возможно, очень, в мировой политики, усиление военного крыла и вспыхнут с новой силой этим летом замороженные конфликты, которые были заморожены где-то около 17 марта. Между прочим, то есть, как раз Марс пройдет в те же градусы. Вот то, что весной было в марте, точнее, не в марте, а мы говорим 17 апреля, то есть, около апреля, в начале апреля, то вспыхнет опять в конце июня, в начале июля. Даже больше первой недели июля. Я бы то даже так вот характеризовал. Но, к сожалению, такова жизнь. Если вспомнить, например, последнюю петлю Марса, она была, четко произошли события на первом развороте, произошли события в Крыму, на втором объявление антитеррористической деятельности. То есть, четко там, прямо в дни, в эти дни произошло. Андрей, еще раз небольшое уточнение. Это имеется в виду то, что вы сейчас говорите, вероятность. На какой-то отдельно взятой территории или это в масштабе планеты? Ну, я наблюдал, когда вообще стоит транзитная петля, кстати, есть такое еще понятие транзитные петли планет, планеты, которые до Сатурна, по Сатурну, они обычно делают три касания классических. То есть, в директной фазе потом останавливаются в ретроградной, ну, если вот транзит делается, опять разворачивается и в третьей опять директной. То есть, три фазы. Первая фаза это планирование происходит событие, оно еще не произошло, но оно происходит на уровне таком, как бы, обозначивающем, что вот здесь будет что-то, мы думаем, мы планируем, информационном таком уровне. Во второй, как правило, на ретрофазе это происходит, а на третьем заканчивается. Так вот, я наблюдал как раз, какие военные события, скажем так, зажглись, но не разгорелись на первом касании вот этого Марса. Значит, три места было основных. Это неудавшийся Майдан на Украине, третий, там, как бы, вот эти были национальные батальоны, которые вышли и быстро там как-то разместили, когда начали говорить там в сети, что вот, ничего не дадут, подождите, еще не вечер на ретрофазе Марса, когда Марс будет проходить в этих же градусах, а он будет проходить как раз вот сейчас в июне, и мы посмотрим продолжение. Вторая фаза это тема Ближнего Востока, даже вот там еще знаете, что еще бабахнул в это время? Карабах, на Карабахе вот как бы обострение военное было, и как-то и погасло. То есть, оно все на ретрофазе сейчас, к сожалению, может опять возникнуть. И третье, это Южно-Китайское море, Китайская Народная Республика, там какие-то трения за какие-то острова начала, я не помню, там с Вьетнамом или нет, но с кем-то они там за какие-то острова начинают бодаться. Вот начало, то есть, мы посмотрим, я предлагаю просто проверим, на самом ли деле как бы вот то, что было как бы обозначено на первом касании, действительно ли оно сейчас будет вот на втором касании, сейчас на развороте Марса вспыхнет. Ну, посмотрим. Ну, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям и видеозрителям. У нас запланировано с Андреем Бухариным несколько программ, ну, как минимум раз в неделю мы будем встречаться, но это не будут регулярные, скажем, по вторникам, мы в такое-то время ведем эти программы, поскольку это как раз таки говорит о том, что к этому вопросу надо подходить творчески и в связи с тем все-таки с точки зрения астрологии мы беседуем сейчас с профессиональным астрологом и как раз таки Андрей Бухарин сам выбирает когда мы должны беседовать и о чем будет идти речь, то есть мы, конечно, координируем. Так вот, следующая такая наша встреча состоится 6 июня. Вот как раз момент новолуния мы уже пройдем и 6 июня мы будем беседовать, тем будет другая, следите за нашими, ну, не рекламами, но за нашей информацией. Это на Facebook в основном мы размещаем эту информацию, а Андрей, наверное, в контактах, да, в большей части или тоже на своей странице Facebook мы об этом будем говорить. Кроме этого, на сайте, веб-сайте тройное WS&G Radio.com будет страница, мы планируем ее сделать и там тоже можно будет найти Андрей Бухарин и наши, в общем-то, программы, которые будем мы вести в живом эфире, что, в общем-то, сегодня мы и делаем. Андрей, давайте тогда продолжим совсем немного, у нас, кстати, время подходит уже к концу, правда, есть еще время, скажите, вы затронули тему о том, что вот кризис, кризис, который начался в 2008 году, ну, опять же, я не знаю по каким меркам, поскольку вы имеете в виду мировой кризис, вы имеете в виду кризис, который начался в России, чем он, кризис, по-моему, не прекращающийся идет, с какими-то определенными взлетами, но что происходит сейчас, давайте мы, все-таки нас слушает и значительная часть, я вижу, просто по графикам, из России, люди, конечно, их интересует, вас интересует ваша территория, нас интересует территория Соединенных Штатов, давайте мы вот две возьмем вот такие вот две глобальные страны, Россию, постсоветское пространство, бывший Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Ну, во-первых, мы сейчас речь ведем не про кризис в России, а про финансовый мировой кризис, который начался с падения индексов. В России все отлично, я знаю. С падения индексов как раз-то на международных биржах, вот, а потом, как следствие, естественно, Россия, как интегрирована в мировое сообщество, естественно, она не может не отреагировать ее положение, то есть, экономическое состояние. Ну, вы же знаете, если кратко вот так пройтись предысторию по мировому кризису, то надо понять, что все, конечно, началось вообще, падение не на пустом месте было, а так называемое рейтинговое агентство, они обозначили некоторые, скажем так, снизили рейтинги некоторым крупным компаниям, которые, в свою очередь, были хорошо закредитованы, потеряли дешевые деньги, теперь вынуждены были крупные капиталы брать, то есть, более дорогие, ну и так далее. Пошла цепочка домино, сейчас не буду в это углубляться. Тут надо понять, что у любого кризиса есть несколько фаз. Вот первая фаза как раз финансовая, то есть, она начинается, в общем-то, на бумажной фазе, так сказать, то есть, клиенты никуда не пропали, бизнес работает, заводы работают, но на бумаге написали, что теперь вы не ААА, а БББ, например, категории, ну компания, и она уже не имеет права привлекать дешевые деньги. А раз так, значит, она будет привлекать более дорогие кредиты, а все бизнесы закредитованы, значит, что происходит дальше? Значит, она начинает снижать затратную часть, это в том числе увольнение, ну сокращение, она вот тоже закредитована, он тоже набирал там ипотек, думали, что там 30 лет будет жизнь, как была, и начинается больше социальная фаза. Социальная фаза, народ, время проходит, происходит, опять же, недовольство какими-то там властями или кем, что смотрите, у нас жизнь не улучшается, значит, политическая фаза, и политическая фаза потом перерастает, вот пример Украины, кстати, это очень быстро все прошло в процессе там какого-то короткого времени. Начинается фаза какая? Военная фаза. Вот, это, к сожалению, вот если мы объясняем, то есть вот фаза кризиса и вот как мировая вся экономика, она, на каком этапе, вы сейчас видите, она может находиться, пока, либо сейчас находится. Поэтому, ну если так, это таким языком я объяснил не не астрологическим, астрологическим я постараюсь объяснить, это мировой кризис формируется аспектом 90 градусов между планетами Уран и Плутон. Это аспект квадратуры, аспект деструктивных таких перемен в плане демонтажа старой системы. То есть, ну вот перед тем, как построить новое что-то, надо ветхое здание снести. И вот сейчас идет период, он будет длиться, где-то до весны 18-го, весны 19-го года, когда сносится старое здание мироустройства, которое было построено, кстати, вот предыдущий мировой кризис, он был тоже образован этими планетами 1929 год, 1935 год, когда была Великая Депрессия. Кстати, где-то вот 80 лет идет цикличность такая, вот вы отнимите 80 лет от Великой Депрессии, попадаем на середину 19-го, 20-го, да? Ну вот 30-го года отнимаем 80 лет, это 1850 год, тогда была оказывается величайшая депрессия, то есть можно, не надо быть Нострадамусом, прибавить, правильно? Это я сейчас в наше время иду. Да, вот о чем астрология нехороша, что не надо быть Нострадамусом, а можно вперед посчитать, когда будет, ну, периоды, вы понимаете, это нормально, это как день-ночь, это вдох и выдох, то есть не может экономика все время расширяться, она когда-то достигается своих там широт и начинается с уменьшения. Андрей, скажите, у меня вот как-то по аналогии, ну, мы все знаем, что произошло, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, а и у нас остается всего один год, да? И мы будем отмечать 100 лети, да, очень знаковые. Ну, вот здесь, кстати, интересно срабатывают циклы смены идеологии и есть исследователи, не только я, до меня были исследователи, вот, там, Павел Владимирович Сверинский или, там, насколько я помню, Григорий Кваша, там, имперские циклы исследовал. И вот на базе вот этих, скажем так, ну, вот исследований я некоторые, могу их озвучить и к чему вот прихожу, к мысли, к каким выводам. Существует цикл жизни, по крайней мере, на постсоветском пространстве государств, причем, ну, по крайней мере, цикл каких-то крупных идеологий. Например, советская идеология. То есть, на мой взгляд, советская идеология еще не умерла. Советская идеология живет 108 лет и она состоит из трех таких частей. Знаете, как по образу индуистской там, брахма, то есть, период созидания, он длится 36 лет. Это, посчитайте, с 1917 плюс 36 лет это 1953, то есть, это период создания советского государства. С 1953 плюс 36 лет до 1089 года период расцвета. Причем, самый расцвет как раз посередине это известная пятилетка, которая была с 1966 по 1970 год, когда Советский Союз достиг максимальных, ну, там чуть ли не 50-ти процентный рост там был экономики. Бурс невероятный. Там вот как раз был Косыгин Алексей Николаевич, насколько я помню, всем этим делом заправлял. Но я имею в виду не генеральный секретарь, а и на хозяйстве. И период распада, и период распада вот с 89-го прибавьте 36 лет до 2025 года. То есть, вот сейчас нам осталось 9 лет, то есть, период именно распада советской идеологии найдет. То есть, хотим мы это, не хотим, как бы хорошо нам не жилось в советское время, либо кому как было. Но, ну, ностальгические какие-то периоды там есть, то просто период распада. Ну, так нам повезло, вот нашему поколению живем, когда это обрушается, эта система. Что можно сказать? Надо сказать, не стой, знаете, как в советское время были такие лозунги, не стой под стрелой. Такие, знаете, то есть, это о чем говорит? О том, что если идет, опять же, снос старого ветхого здания, не надо стоять у стены этого здания. Надо просто уходить с линии разрушения, потом, когда будет это разрушено, то есть, будет построение нового, 108-летнего какого-то цикла идеологии, который необходим человечеству пройти урок. Это же тоже не на пустом месте вот было, скажем так, построение социализма, Советского Союза. Вы знаете, вот мои мысли, и там я успеваю, еще 8 минут еще есть, кратко скажу. То есть, вот эпоха Водолея, вот много разговоров идет, что такое эпоха Водолея, если кратко. Эпоха Водолея, это, во-первых, не вертикальная власть, это власть именно как раз, ну, как бы, индивидуальных, независимых индивидуумов, таких вот, если так можно выразить, про него слова подобрал, поправьте меня. То есть, не такая, что у начальника надо спрашивать разрешение, а человек сам принимает решение. То есть, у него уровень, делегируется уровень полномочий на более ниже стоящий слой по принятию, как менеджер, ответственных решений. Но перед этим, чтобы человечество смогло пойти на этот этап, был перевод Советского Союза. В чем колоссальный плюс периода Советского Союза? Образование всеобщее. Вот все остальное издержки производства. Потому что царское время было, ну, скажем так, неграмотное население. Ну, так, в массе своей. То есть, была только верхушка, там, дворяне кто-нибудь, там, ну, это капля в море по сравнению с миллионами, сотнями миллионами населения. А эра Водолея должна люди быть знающие. И вот период шел знающий, то есть такой, и поэтому не надо быть, как те белогвардейцы, которые защищали уже как бы разрушающуюся монархическую тут период идеологии, который, кстати, начал разрушаться ровно за 36 лет до Октябрьской революции. в 1881 году убили Александра Второго, через там два года убили Александра Третьего, ну, и пошел, как бы, вот, монархическая именно система власти с этого начала нерушимое рушиться. И она закончилась в 17-м году революция. Эти 36-летние циклы, они еще делятся на 12-летние, то есть там, здесь сейчас, как бы, в формате радиопередачи, я просто уже не успею их либо в другой раз могу озвучить. Это я говорю к тому, что не надо жить в прошлом, просто был урок такой, все, человечество обрело этот урок, сейчас приходит следующий урок. И так, как в школу мы ходим, обучение, что там, плакать по прошедшему, вот я в первом классе учился, как хорошо там было. Ну да. Об этом мы как раз, вообще, нам нельзя говорить, потому что мы совсем недавно провели на радио Сангейс, провели несколько программ, и как раз одна из них была о депрессиях. Депрессия возникает, когда люди занимаются ностальгией, есть такое понятие, то есть они уходят в прошлое, прошлое, это на санскрите называется тамос, это приводит к тому, что перестают вырабатываться красные кровяные тельца, а вырабатывает только белый человек, к сожалению, может просто погибнуть. Поэтому об этом нельзя говорить, если мы говорим о 36-летнем цикле, то я как нумеролог могу сказать, ну, во-первых, это 3 цикла, действительно, по 12, если 4 цикла по 9, 9 это Марс, вот я сегодня вторник, день Марса, кстати, по ведической астрологии, по нумерологии, вторник, именно сегодня вторник, да? Вторник, это день Марса. Ну, вот это уже добавление к тому, чего надо, чего не надо, но это все действительно очень и очень интересно, и вообще-то говоря, вы знаете, у меня есть такая ремарка, я проводил не так давно программу с одним очень известным человеком, к сожалению, он ушел, это проректор Петербургского юрведического университета, Игорь Иванович Ветров, и там была такая тема, мы затрагивали о том, что существует везде в мире баланс, существует инь-янь, существует земля-небо, существует мужчина-женщина, день-ночь и так далее, и существует две системы, и вот эти две системы одна другую уравновешивают, а это к чему? Это к тому, что развалился Советский Союз, и социализм, развитой социализм перестал существовать, остался один загнивающий, вот я нахожусь в этом загнивающем, могу сказать, что он и близко не загнивал, и тогда, и сейчас тем более, капитализм, но тем не менее, к сожалению, к сожалению, одна сила ушла, это не означает, что надо праздновать победу, и так далее, это означает, что что-то должно происходить, и произойдет, вот, на эту тему я полагаю, так, что мы будем говорить, у нас нету возможности говорить и все, скажем, в одной программе уместить, вот, но очень бы хотелось, поэтому у нас будет еще программа, Андрей, я прошу прощения, я сделал такую небольшую ремарку, сейчас, вот, давайте продолжать. Да не, очень хорошо, вы добавили все, Майкл, мой посыл был, я бы не хотел, чтобы его воспринимали, когда я комментирую, например, ну, какие-то политические события, что я на той, либо на иной стороне стою, я стою, у меня когда говорят, вот, ты за кого, за тех или не за тех, я говорю, я не за первого, за второго, я за урана, да, да, я не за белых и не красных, я за уран, то есть, я за, как бы, надгосударственный взгляд, надрелигиозный взгляд, наднациональный взгляд, то есть, вот, то есть, как бы, проблему сверху смотреть, а не с позиции шахматной доски, ты за каких там белый, черный, гараж фигуры, вот, о чем речь, то есть, если я сейчас говорю про Советский Союз, я ни в коем случае не хотел, скажем, чтобы это было, как бы, какую-то конфронтацию поднимало там, я сказал, суть, что глобально урок был для массового образования, это первое, это самое главное, что было сделано в период Советского Союза, все остальное, конечно, я думаю, для чего, потому что для эры Водолея нужна грамотная, ну, скажем, повальная грамотность нужна, вот о чем речь, потому что, почему, потому что надо знать, как минимум астрологию, потому что благодаря астрологии принимать ответственные решения, как менеджер, а когда вот такое человечество, скажем, на этапе стада находилось, я извиняюсь, где нужен ему какой-то там начальник, который за него думает, прямо, знаете, в таких организациях так и говорили, вам не надо думать, вам есть за кого-то, то есть здесь есть кому за вас думать, эры Водолея, таким контингентом, скажем, ну или как, таким нативом места нет, поэтому надо самообразовываться, то есть, а сейчас время информационных технологий, когда можно не выходить из дома, можно вот общаться с Америкой, то есть раньше такое разве возможно было, надо физически тело было вести в Чикаго, в ваши там чудесные офисы, и там интервью брать, а так это, как это, it's impossible, я хочу сказать, что я бросил из способа, но тело можно все-таки еще перемещать, и для этого есть все предпосылки, так что мы вот тут пока что начинаем вести программы, но вы правы абсолютно, во-первых, ну если с глобального, то эпоха Водолея началась, и это действительно эпоха информации, этим и объясняется, что вот такими неимоверными темпами стал у нас развиваться, все развиваться, и в том числе интернет стал развиваться, и это означает о том, что вот мы с вами ведем программы, эти программы записываются, потом все эти будут люди, которые хотели бы их посмотреть, сегодня нет возможности, кто-то на работе в конце концов, кто-то уже устал, ложится спать, как у вас, у вас уже время, ну приближается там, может быть, к вечеру, нет, еще, конечно, нет, еще на работе, люди еще имеют возможность на работе у нас слушать радио, тем более интернет-радио, сами понимаете, смартфоны у всех есть, но мы планируем на самом деле делать программы не только в формате радио, не только в формате интервью, или даже беседы, а мы будем приглашать, дорогие друзья, вас участвовать в этом, и будем объявлять лайф-эвент, это живые такие, вот как бы круглый стол на интернете, где, ну, все желающие могут задавать свои вопросы, и я полагаю так, что Андрей Бухарин не откажется даже сделать какие-то такие вот консультации, небольшие, мини-консультации, поскольку это действительно важно и интересно. Ну, время, время нашей программы действительно подошло к концу, у нас скоро начинается еще одна программа, кстати, тоже из России, из Москвы, будет очень интересная психология, актера будет называться она, это будет, правда, через час, так что, кто нас слушает, пожалуйста, оставайтесь, или приходите через час на ту самую волну, тройное W, sungate-radio.com и Skype, sungate-108, добавьте в контакты, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Андрей, благодарю вас, это было очень интересно, это было очень познавательно, теперь мы все знаем, что надо и что не надо делать в момент, так мы сегодня говорили про полнолуние, полная луна, там это дача, ну и так далее, этих людей эмоциональных, а теперь уже вот приближаемся к новолунью, да, к новолунью, да, ну, еще раз, 6 июня, 6 июня мы встречаемся в 17 часов, день рождения Пушкина, кстати, будет, да, 6 июня, насколько, ну вот видите, как здорово, то есть, знаменательная дата, кстати, так что, до встречи, до встречи, и спасибо, еще раз, дорогие друзья, что вы были с нами, и спасибо, Андрей, за ваше время, которое вы нам уделили, всего хорошего всем, до свидания, до свидания, дорогие друзья, мы будем продолжать наши программы, и встречаемся через час на волнах Сангейс Радио, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова